Я люблю Россию. Сейчас я приехала сюда по работе. Раньше приезжала и по любви, и чтобы развлечься. Я нашел свой призыв, смысл своего существования, когда я приехал в Россию. На лютую русофобию и отмену русской культуры на Западе Кремль и его пропаганда жалуются чуть ли не каждый день. Россия враг номер один. Уровень русофобии и ненависти к нашей стране зашкаливает. Степень отмены всего русского переходит в любые мыслимые границы. При этом сами пропагандисты превозносят каждую заграничную знаменитость, так или иначе поддержавшую Россию. Интерес от звездных иностранцев сейчас на фоне войны в Украине и санкций на вес золота. Кого из них и как кремлевские медиа используют для создания видимости международной поддержки режима Путина? Давайте разбираться. Первая категория знаменитости прошлого. Когда-то полюбившиеся россиянам звезды кино и телесериалов. Напрямую к Кремлю они вроде бы не прислуживают, но годами ездят в Россию зарабатывать деньги. Скучая по славе и вниманию поклонников, эти звезды неустанно клянутся в своей любви к России. А кремлевские СМИ попросту ставят знак равенства между страной и властью. «Есть Путин, есть Россия» – матрица, уже давно засевшая в головах чиновников, силовиков и пропагандистов. Яркий пример – Наталья Арейра, аргентинская актриса и певица, прославившаяся в начале 2000-х ролями в сериалах. В 2021-м получила российский паспорт. Сейчас снимается в российском рождественском фильме. Политику предусмотрительно не комментирует, нахваливает русскую культуру и народ. Дома в Буэнос-Айресе у именинницы большая коллекция платков и валенок. У нас так холодно! Для мягкой культурной пропаганды провластные СМИ используют и актрису Арнеллу Мути. У итальянской актрисы с нашей страной особая связь. У звезды украшения Строптиева есть русские корни. Мути рассказывала, что ее бабушка была родом из Санкт-Петербурга. Сама актриса регулярно принимает участие в проектах на территории России. Даже купила квартиру в Москве. Очень люблю здесь бывать. Понимаю страну лучше. Мне кажется, я смогла по-настоящему понять российский менталитет. Русские люди очень вежливы, а женщины очень красивы. В начале 22-го Мути заявила, что была бы не против получить российское гражданство. После вторжения и начала войны в Украине к этому вопросу она не возвращалась. Но продолжает ездить в Россию. На одном из томов теперь изображение актрисы Арнеллы Мути. Ура! Как символ связи России и Италии, которые тоже сейчас пытаются разорвать. Этим муралом Арнеллу Мути чуть ли не превратили в инструмент Z-пропаганды. В начале марта писатель, он же боевик Захар Прилепин, написал, что портрет актрисы нарисовали в Мариуполе. И Арнелла Мути лично приехала на него посмотреть. Потом признал, что это фейк. На самом деле мурал в Сочи, куда актриса приезжала на провластный фестиваль молодежи. Но новость о Мути в Мариуполе до сих пор висит на прокремлевских интернет-ресурсах, оккупированных территорией Украины. Мечты сбываются. 3 января 2013 года Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации Жерара Депардье. А спустя два дня ужин с президентом. Новый паспорт Депардье получил еще до аннексии Крыма и ввода войск на Донбасс. В Россию переехал, чтобы не платить сверхвысоких налогов во Франции. Имел сразу две дарованные квартиры в Саранске и Грозном и земельный участок под Москвой. Открыл бизнес, снимался в кино. У Распутина невероятная харизма. К тому же он появился в эпоху глобальных перемен. Депардье даже принял православие, о чем, разумеется, сообщили крупнейшие российские СМИ. Известный французский актер, российский гражданин Жерар Депардье принял православие. Актер много лет публично хвалил и Россию, и Владимира Путина. Правда, в 2015-м, распродав всю недвижимость, уехал жить в Бельгию. После начала войны в Украине свернул свой российский бизнес и заявил, что народ не несет ответственности за действия Путина. Сейчас Депардье живет в Европе. Разговоров о политике избегает, но продолжает уверять, что по-прежнему русские в душе. Вторая категория полезных Кремлю иностранных знаменитостей – те, кто активно играет на руку российской пропаганде и милитаризму Кремля. Дипломат, мастер боевых искусств, а еще и икона для нескольких поколений мальчишек, в том числе и в нашей стране, Стивен Сигал. Завезда голливудских боевиков в начале-середине 90-х часто рассказывает о своих русских корнях. Я на миллион процентов русофил и на миллион процентов русский. Стивен Сигал публично поддержал аннексию Крыма и ездил на оккупированной России украинский полуостров. Актер не прочь ретранслировать и кремлевские нарративы. Степан Бандера и его учения на Украине очень распространены, поэтому я думаю, что есть сотни тысяч нацистов. С 2016-го владелец российского паспорта. Гражданство специальным указом ему даровал Путин. С 2021-го член партии «Справедливая Россия». С того момента Сигал, похоже, прописался в России. Его переезд совпал с судебным процессом о неуплате налогов и махинациях с криптовалютой в США. Теперь Сигал ездит в госпиталь к участникам так называемой СВО и на Донбасс снимать псевдодокументальное кино о мнимых преступлениях киевского режима. Еще один кинодокументалист – Джефф Монсон, боец смешанных единоборств. Как и Сигала, в 2022-м его привлекли к освещению войны в правильном, выгодном для Кремля ключе. Это документальный фильм «Правды». Наша главная цель – дать людям, живущим на Донбассе, голоса. Российский паспорт у Монсона с 2018-го года, но в отличие от других он отказался от американского гражданства. Сложно быть американцем и гордиться этим. Признался в этой студии известный спортсмен, актер, многократный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Монсон поддерживает антизападное настроение и строит политическую карьеру. Стал депутатом Горсовета подмосковного Красногорска, затем членом Курултая – парламента Башкортостана. Теперь планирует баллотироваться и в Госдуму. В отличие от Сигала или Монсона, Оливер Стоун действительно заслуженный режиссер, лауреат множества наград. Правда, последние два десятка лет увлекается конспирологией. В центре всех заговоров у него – Соединенные Штаты, что очень вписывается в концепции кремлевской пропаганды. Стоун не получил паспорт и не переехал в Россию, но берет длинное интервью у Путина и снимает о нем многочасовое кино. А про властные медиа охотно рассказывают о каждом новом фильме режиссера, разоблачающем американские козни. Документальный фильм Оливера Стоуна, в котором раскрываются все детали госпереворота 2014 года. Подробности и причины затянувшегося кризиса в стране, факты о войне в Донбассе. Чем может кончиться война с США, отношение к Дональду Трампа, НАТО, права сексуальных меньшинств, об этом и многом другом Владимир Путин рассуждает в фильме известного американского режиссера Оливера Стоуна. Некоторые случаи русофильства у иностранных звезд не поддаются классификации. Например, американский рэпер Канье Уэст. Он вроде бы и хвалит Путина, но, похоже, только ради эпатажа. В начале 2022-го вроде бы собирался с визитом в Москву встречаться с Путиным, но с начала войны в Украине об идее публично не вспоминает. Спустя два года расхаживает в одежде с надписями на русском языке, но это, похоже, снова эпатаж. Не дань уважения русской культуре или что-то подобное, а товар его собственной марки. Персонаж яркий, но настолько скандальный, что даже кремлевская пропаганда обходит его стороной. Инстаграм-аккаунт певца заблокировали после его антисемитских высказываний, а вскоре после этого Уэст публично признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру, заявив, что «видит хорошее в Гитлере». Конец цитаты. Каждый из иностранных звезд в их публичной поддержке Кремля движет определенный интерес. Можно предположить, что в большинстве случаев материальный. Те знаменитости, которые продолжают жить на Западе, делают вид, что политикам неинтересно и не комментируют войну в Украине, которую развязал Путин. Любая критика российской власти грозит им финансовыми убытками. Факт использования этих персоналей кремлевской пропаганды их самих не смущает. Хвалебные новости о приезде очередной заморской звезды в Россию не идут дальше внутреннего пользования, зато создают иллюзию международной поддержки политики Кремля. Вот и получается обоюдная выгода. И овцы целы, и волки сыты. Субтитры создавал DimaTorzok